Доброе утро. По эпидемийской обстановке могу сказать, что у нас сегодня достаточно большое количество людей прибавилось за сутки, вновь зараженных. Это 63 человека, из них 60 город Якутск и по одному случаю в Мегино-Кангаласском, Намском и Ленском районах. При этом по городу Якутска цифра вроде большая, но вместе с тем 34 это студенты СВФУ, которые были уже на обсервации именно из того общежития, в котором была у них первоначальная вспышка коронавирусной инфекции. То есть это уже как бы в ходе работ по локализации данного очага, вот эти студенты тоже выявлены, все абсолютно бессимптомные. Мы надеемся, что они лечение будут получать не в условиях стационара, а амбулаторно. Но вместе с тем, конечно же, руководству университета дано мною поручение усилить противоэпидемические мероприятия для того, чтобы болезнь из этого одного общежития не перекинулась на другие общежития студгородка и в целом на город, чтобы не оказало дальнейшем негативного влияния. По Чаэнде хочу сказать, что у нас рейсовые самолеты уже влетают в строй транснефтегаза. И в принципе ситуация под контролем. Сегодня уже по итогам сегодняшнего дня мы думаем, что свыше уже 5000 вахтовиков окончательно уже будут вывезены с территории Чаэндинского нефтегазо-конденсатного месторождения. Из тех примерно 7500 человек, которые надо нам оттуда вывезти. Что касается ситуации по паводку, то сегодня основной паводок по реке Лена идет в границах Намского луса. Ситуация здесь сложная. Есть подтопление по второму хамустаху. Мы ожидаем, что сегодня в результате роста уровней воды по Графскому берегу у нас будет тоже превышение опасных критических меток, но незначительные. Мы все-таки надеемся, что река пройдет дальше и уже завтрашнему дню к понедельнику достигнет уже устья Алдана. По Алдану ледоход идет в принципе нормально, были заторы под Хара-Алданом, но сейчас мы видим, что там уже идет ледоход, затор прорван. По другим рекам ситуация нормальная, никаких серьезных проблем по паводковой ситуации нет. Спасибо. Спасибо большое.